МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как парни и девушки, а не как муж и жена. Жениться им, конечно, рано. Нет, за него не надо выходить. Это битва с ватом. Шоу, в котором жениха и невесту проверят со всей отцовской строгостью. Сережа, это не то! Идите! Шлифуй, базар-то, малолетка беспонтовая. Вот так, ну, что? В общем, спалилась она. И материнской придирчивостью. А что так мало лепесточков здесь? Мне не нравится. Это полный, конечно, от нас. Представляешь, они не готовят. Что они там делают? Ё-моё! Благословить их брат. Я бы хотел попросить у вас благословения. Довела, создаст слёз. Всё нормально. Мы хотим этого? Или сказать твёрдое родительское нет. Ну, какой ЗАГС? Что ж ему не подходит? Мне как-то аж не по себе сделалось. А заодно выяснить, кто они, будущие родственнички. Юрий, вон, добряка, выстерва. Видишь, какая несправедливость. Битва сватов начинается. Сделаем, зятя. О, мой гад. Сегодня битва сватов в Екатеринбурге. И мы начинаем историю знакомства семей Бабины и Рязановы. Меня зовут Ксюха. Это Андрюха. Мне 22 года. Мне 21. Мы встречаемся 3 года. 2,5 из них живём вместе. Я работаю на заводе. Это моя основная работа. А помимо у меня свой гараж, тюнгую свою машину. Ну, и друзьям тоже бывает. Занимаюсь дрифтом, автоспортом. Честно говоря, у меня складывается впечатление. То, что машину-то он любит свою больше, чем меня. Я тебя тоже люблю, но и машину люблю. Мне, безусловно, не хватает внимания, ухаживаний, чтобы приходил и обнял меня, а не кошек сначала. Как-то контактировать. Потому что они у входа первые стоят. А мне побегать с ними, хвостом махать. Да. Супер. Будем честны, нашу пару обеспечивает Андрей. А я безработная. Но я предпочитаю называть это ищущая себя. Я сомневаюсь, что мама Андрея очень рада нашему союзу. Мне хочется, чтобы у моего сына была достойная девушка. Ксюша плохая хозяйка. Не следит за собой, не работает, имеет вредные привычки, татуировки по телу. Ксюша характером своего отца. Временами вспыльчивая и ревнивая. Есть повод для ревности. Андрей два года назад изменил мне. Это было не специально. Шел, шел. Ну не шел, шел. И на заисину. Это было в несознательном состоянии. За дочью мы очень сильно переживаем. Бывало у меня и злость к нему, то, что он дочь доводил до слез. По отношению ко мне Ксюша отреагировала очень агрессивно. Чуть-чуть толкнуло немножко, маленько, до сотрясения. Но это не страшно. Мы помирились. Я это вообще не принимаю. Диковато ли было. Диковато, да. Были достаточно серьезные разговоры с Андреем. Мне складывается такое впечатление, что Андрей меня боится. Я думаю, что я Ксюшиному отцу не очень нравлюсь. В прошлый раз я стараюсь его отца, от их глазами нельзя шить. Идеальный зять в моем понимании. Это как ты. Но я считаю, что Андрею очень далеко до тебя. Абсолютно безответственно. Несмотря на то, что у наших родителей к нам много претензий, мы все равно любим друг друга и хотели бы пожениться. Давай, диктуй. Дорогая мама Николай, мы приглашаем вас в ресторан, чтобы сообщить вам важную новость. Сообщить вам важную новость. Интересно. Может быть, они решили пожениться? Скорее всего, наверное, да. Но я считаю, рановато. Ты как думаешь? Не серьезно. Сообщить важную новость Ксюше и Андрюше. Такой Андрюша вообще. Ты помнишь, как я ее ростил, как я с нее пылинки сдувал? И тут какой-то Андрюша появился. Гонщик на шестерке. Такой колеса вот так вот раздвинут. Значит, опускать не надо было сразу. Им же нельзя прийти, чтобы... Ну, если они действительно решили пожениться, то я буду категорически против. Я подозреваю, что он еще не до конца заслужил моей дочери, чтобы делать какие-то важные новости, конкретно в ресторане. Так надо проверить. Вот дай волю только мне, ты че. У меня загнется. Еще не родился для моей дочери такой человек, который мог бы ее любить так, как я. С тестем ему не повезет. По правилам проекта «С воды» получают возможность проверить молодых по четырем критериям. Хозяйственность. Честность. Верность друг другу. И самое главное – на любовь к тестю и свекрови. Родительское благословение получит только тот, кто достойно пройдет все проверки. Итак, битва сватов начинается. Родители Ксении против родителей Андрея. И прямо сейчас сваты втайне от молодых по очереди побывают в их квартире и проведут проверку номер один. Обыск с пристрастием. У Ксюши с Андреем в основном мама чаще бывает. Я хожу туда режу. Очень интересно. Очень интересно. Ну, как всегда, в кошках не убрано. Кошки, которые у них, их завел Андрей. Еще до знакомства с Ксюшей. Ксюша говорит, пускай он следит. Все. Квартиру, в которой они вместе живут, я сделала там ремонт дорогой и оставила детям. Я давно не была у них и решила посмотреть, в каком состоянии на сегодня эта квартира. А уже вижу, как-то погорячилось насчет белых носков. Я считаю, Ксения должна за порядком следить. О-о-о! Что это за лампочка такая? Не умеют там, короче, по хозяйству. Не умеют. Ну, так и унитаз нечищенный. Мусор он. Она полная хозяйства Андреева, значит, Андрей должен убирать. На крайний случай пусть приедет мама Андрея и помоет унитаз. Капец! Это что вообще? Унитаз не моется? Даже не протирается. Душевая кабина. С тех пор, как установили, так вот и не мыта она. Кран что-то болтается, пыль местами. Перчатки взяла сегодня с собой. Специально, чтобы стыдно им было. Провода! Он же обещал мне сделать провода. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Значит, им нравится запинаться об эти провода. До поры до времени. Один раз запнется, второй раз соком ударит, потом поймет. Носки! Дочь постоянно жаловала, что она ходит собирать на носки. Она даже пыталась прятать им носки, чтобы он их потом найти не мог. Ну, смотри, что. Ну, есть, конечно. В квартире грязно. Что-то как-то хаотично набросано. Мам, я прошу. Вот это вот что они повесили такое? Ну, типа ковер. У нас бумаги в стиле СССР, скотчем. На белую стенку. Следы станутся, стены перекрашивать придется. А кому перекрашивать? Мне. О! Да уж. Картошку можно садить, да? Да вообще капец. Там ни разу не протирались. Пятна. Ну, может, едят тут на нем. Пиво проливают. Диван можно выкинуть спокойно. В ситуации с чем-то тысячу я покупала. У них накопление там есть. Ее уже кинкот. Я думаю, что это Андрей все-таки собирает эту мелочь. Там, где, в принципе, должны лежать его вещи. А, нет. Вот он только так вот и может обеспечивать нашу дочь. То есть вот так вот сейчас деньги копишь? Ну, да. При этом мама платит за квартиру еще. Детский сад, короче, говорят. Сваты обнаруживают дневник Ксюши и решают прочесть его в надежде отыскать компромат на будущую невестку. Я купила себе. Чего она купила? Купила ее ледное украшение. Купила? 120 тысяч рублей. Я сначала не поняла вообще, что это такое. Какой-то гонный, я не знаю. Потом догадалась, Ксения говорила, что вот она в космос посылает что-то, и вот оно должно прийти отходу там. Родители Ксении тоже не могут устоять перед искушением получше узнать свою дочь. Как много я узнаю о дочери. Нашей дочери дома сидеть ей скучно одной, когда он постоянно в гараже. Она пытается найти себе какую-то отдушину. Сегодня я молодец, потому что посмотрела сериал. Клуба. Сделала себе красивой ногтей. Ну, от безделия чем-то надо заниматься. Лежит, пишет тетрадки. То есть он там, значит, впахивает, машины какие-то ремонтирует. Бедный Андрей. О, покер. Покер. Мнятно дело. Игры, полный ящик, конструкторы. Да, как маленький ребенок этот, Андрюша. Фотографии только машинок на столе. Где хоть одна фотография дочери? Где? Ну, что это такое? Эзотерический словарь. Практическая магия. Это что, она вот этим еще занимается? Колдует, наверное. Может быть, и действительно приворожила Андрея. Класс. У меня нет слов. Ого, вот это что? Это уже даже не носки. Там не поймешь, то ли шорты, то ли нижнее белье валяется. Что-то вон еще какие-то стаканы валяются. Постель-то посмотрим. Кошмар. А, кошки с ними спят. Если вы позволяете, значит, надо постельное менять чаще. Или, значит, перевоспитывать кошек. Постель незаправленная даже. Ушли из дома. Дочь не успевает ничего делать в силу того, что она делает это все одна. Я в шоке. Кровать незаправленная. Да ладно незаправленная, ты посмотри. Шерсть кошачья. Не стиралась 150 лет, наверное, лучше. Вроде Ксюша девочка. То есть девочек же всегда мама приучает к порядку. Почему она спит вот на такой просто... Капец вообще. Губы. Для чего это? А-а-а. Спина. Я даже боюсь про это, про все подумать. Это взрослые игры. Да? Да. Мешочек странный. Я при встрече у нее спрошу, что это такое. Об этом не расскажешь. Обязательно. Уши по ней. Прикоснись. А тут все картинки смотри. Это игра, что ли, какая-то опять? Кидает что-то, что-то как-то. Я не знаю, что с ним делать. У нас и времени не было такого. Может, попросить у них поиграть? Поняла, что это такое? Шлем. Видишь, в чехольчике там все-все-все-все-все. Он бы так носки с трусами убирал, как он шлем убирает. Вот второй гонщик. Долбаный. Коробки, мусор в шкафу валяется. Бардак полный. Кто-то еще успевает на гитаре играть. Ну, это не Андрюхина, явная гитара. Да как, когда же найдешь время на уборку в доме? Если надо на гитаре поиграть. Буки-то заняты. Что первое схватил, в том ты сегодня и пойдешь. Ага, потом там бросил в комнате. Да, да, как трусы. У меня нет слов. Обрезали, значит, тюль и бросили. Нормально еще, да? Класс. Вот если бы я не знала, что там Ксюша живет, я бы думала, живет парень, ну, два парня каких-то, которые пропадают в гараже, приходят домой только спать. Мне когда помыть, постирать и приготовить, все. Посмотрим, чем они питаются, хоть вообще-то что-то есть, нет? О, сосиски. Фу, протухло. Так, может, выкинуть? Нет уж. А это что? Андрей бухает, что? Котлетки. Котлетки, ничего себе. Она, по-моему, даже их в духовке готовила. Готовит исключительно дочь. Нет, у него есть фирменное блюдо, и он именно учился для нее делать. Это креветки. Жареное креветки. Да, да. А знаешь, почему оно самое любимое, это блюдо? Потому что оно очень дорогое, и они редко его покупают. Ой, тут внизу-то что творится вообще. Это что, земля прямо? Тут картошка проросла. Ну, то есть, тут вообще не мылось, похоже. Вот я купила холодильник, вот с тех пор он вообще не моется. Туда я даже боюсь смотреть, честно говоря. Ох, морозилка интересная есть, что нет? Ну, тут понятно, кто бы сомневал. Клинни. Вот эти ягоды я приносила три года назад. Вот так они тут лежат. Так, зятюк. Ты посмотри, что. Пойло-то не дешевое. Пустых бутылок, по-моему, даже больше, чем еды у них в холодильнике. Наша дочь столько выпить не может. Это он и его друзья. Что, думаешь, постоянно здесь шаблон? Ну. Это вообще классно. Шмоток пыли прям лежит и никого не смущает. Короче, общага отдыхает. Ну, правильно, вся посуда в раковине. Будем тараканов кормить. Сюша мне рассказывала, что Андрею проще бросить эти тарелки. В раковину посуда копится, копится, копится и... Потом помоем. Интересно, может, хоть вынесу? Ну, как так можно? Классно. Хозяйка у нас вообще только мечтанчик. В общем, все убито. Ну, если оценить ущерб, кухонный гарнитур под 100 тысяч. Можно выкинуть на помойку. Давай в соцсети посмотрим. Может, не запаролиное? Да. Открыто. Ксюшина. Ух-ху-ху-ху-ху. Ксюшина? Ксюшина? Я такое не видел. Не курю я, папа, с 14 лет. Ну, папа бегал сколько мог в свое время за Ксюшей, чтобы она не курила. Ну, вот. Наш, конечно. Гришок. Вот, смотри, ногти делает. И что-то там покурит. Для девочки, которая вроде создает какую-то семью, курить для здоровья это вредно. И еще детей вроде бы рожать надо. Зачем этим заниматься, непонятно. Шокирует. На форточке вылезла. Она за рулем. А кто в форточке вылез? Это что за гонки ночные? Андрей тоже тут приложил своего рода руку. О, это в окно кто-то лезет? Да. Посмотри, это она с подружками куда-то едет. Честно говоря, я вот не ожидала такое увидеть. Шокирует такой образ жизни. Движись за руку сразу двух любимых. Машина и она, да? Нашел с чем сравнивать. Девочки, танцуй, ты знаешь, поднимите. Пока ты в сервисе. Пока ты в сервисе. Вот. Слышишь или нет? Вот к чему и приведет его отсутствие. Вот опять пока ты в сервисе. Это у нее, видимо, рубрика. Пока я ищу себя, называется. Я тут попутно занимаюсь вот такими вещами. Ты смотри, что творится. И она тут же. И она седла. Так она снимает его. Правильно. Биться так вместе, да? Вот это, конечно, было шоково и страшно. О таких вещах, вот как она катается с ним на машине, она скрывает, не рассказывает. Туса. Ух ты. Ой, как там бутылки-то гремят. Все льется. О, он еле в дверь залез. Танцы, пляски. Ну, Ксюха, молодец, танцует хорошо. Вот эти бука. Что не танцевать-то? Вот как они ездят. Помогать, поливать. Я вообще таким никогда не видел. Неадеквате. Не готов он к бытовухе, Андрей, не готов. Нужна, получается, не подруга жизни, а мама старая, которая будет за тобой ходить, убирать и прибирать. Ну, тогда им стоит начинать жизнь вместе в таком случае. Вот, я лишний раз убедился, что не он мой зять. Ой, понятно все. Я не знаю, что с этим делать. С этим нужно что-то делать. По результатам того, что мы увидели, квартира в ужасном состоянии на сегодня. Хозяйки в этом доме нет. Все эти кальяны, все эти гулянки, пьянки. Какая тут семья, я не знаю, может быть. Они не готовы к семьей жизни. Ну, Ксюша вот точно нет. Ну, и Андрей, наверное, соответственно. Раз он вместе с Ксюшей. Сегодня битва сватов в Екатеринбурге. Ксения и Андрей вместе уже три года и хотят пожениться. Однако родители Ксюши считают, что Андрей плохо заботится об их дочери. Так, зятюк, ты посмотри, что. Пустых бутылок, по-моему, даже больше, чем еды у них в холодильнике. Наша дочь столько выпить не может. Это он и его друзья. А родителям Андрея вообще не нравится невеста сына. Практическая магия. Это что, она вот этим еще занимается? Колдует, наверное. Может быть, действительно приворожила Андрея. После первой проверки молодых у сватов появились новые подозрения и вопросы к избранникам своих детей. Следующий этап битвы сватов – очная ставка. Родители лично испытают будущих зятя и невестку на готовность к семейной жизни. Меня позвали Ксюхина родителей на дачу. Чего делать, непонятно. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так как уже начался садово-огороднический период, позвали Андрея сегодня, чтобы он показал, насколько он способен работать с землей, а не с автосервисом. Есть кто? Заходи, заходи. Наконец-то. Здравствуйте. Не прошло и полугода. Андрей, как всегда, опоздал. Извини, твое место занял. Ну, ничего страшного. Вижу, что дядя Юра такой не очень довольный, но веселый уже хорошо. Сейчас будем это все дело вспахивать. Умеешь? Ну, делал пару раз. Во сне? Один, да. Грядки копать, садить. Это не мое. Хочется, да? Прямо руки горят. Горят руки, да, горят. Не настолько. В общем, баллад они точно меня не собирались, это однозначно. И мне это очень не понравилось. Привет. Здравствуйте. Ну что, принимаемся за дело? Я думаю, что да. Его хоть переодень. Человек просто приехал отдыхать в городском. Он приехал в мой гамак, а там я лежу. Пришлось его переодеть и пустить в работу. Иже. Запускай. Автомобилист. Ну, я один раз всего держал культиватор в своих руках, и то минут, наверное, пять. Так, зажигание надо, наверное. Надо-надо, зажигание надо, да, там, все надо. Андрей Бумов был. Собрал то, что пользовался культиватором. Да, он не пользовался. А бензин-то где откраться? Ты же автомобилист, а не я. Ну, так это и не машина. Я тормозил, не мог найти, что там, как, что, куда включить. Давай показываю, но последний раз. Ладно. Чего сломал? Я вообще ничего не успел еще сделать даже, а он уже начал на меня гнать. Не идет. Поехали. Не поехали. Культиватор тяжелый. Это я его просто хочу еще спахивать, но он будет ужас. Тем временем Ксюше еще только предстоит узнать о том, какое испытание приготовила для нее будущая свекровь. Спортивный клуб. То, что нужно. Спасибо. Я самый спортивный человек. Всегда мечтала. Ксюше нужно заняться своей фигурой, потому что на сегодняшний день она не в лучшей форме. Я считаю так. Привет, Ксюша. Здрасте. Мы тут с тобой не случайно. Я тебе подготовила одежду. Переодевайся. Я тебя жду. Ого. Мама стоит довольна, улыбается. Чего радуется? Того же мне будет плохо. Ну и что-то хрустнуло. Голова вниз. И хребет сейчас сломал. Еще раз. Ну а как она хотела? Дальше лежать на диванчике, есть чипсы, пить газировку. Давай с этими снарядами попробуем. Я тебе покажу ролл. Филадельфия? Нет, не сегодня. Для нее было откровением, что бывают роллы другие. Жаль. Она тут со своим роллом, а я с утра не пожрамший. У меня там что-то ломается. Давай, давай. Я не думала, что у нас только проблема серьезная. Но если сейчас она не займет спортом, то дальше будет просто сложнее. Давай старайся, Ксюша. Работай над фигурой. У меня хорошая фигура. Называется ливерная колбаска. Бедный Андрей. Вот от ливерной колбасы нам надо избавиться. Придется ей помочь как-то, потому что мне же не все равно, с кем мой Андрей строит отношения. Мы из тебя сделаем красотку. А сейчас я кто? Сейчас ты, сосиска. Я нравлюсь себе, нравлюсь Андрею. Нам с ним жить, а не с мамой. Что-то не то. Не то что-то? Да. Этот культиватор постоянно, короче, закапался. И уже силы на исходе. И не знаешь, что делать. Давай, 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 давай. Если бы я отказался, может, еще и соседское поле пришлось капать. Да подними ты его, подними. Я назад впечатал, назад. И все глубже, 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 глубже. Думал, до Китая докопаем. Нежнее, нежнее. Андрея мне стало жалко, потому что он... Что такое, Андрюша? Решил Андрея побаловать огненной водой. Погнали заправимся? Чуть-чуть. Ну, хотя бы что-то. О, хозяйка на стол накрыла. Это тебе, это мне. Ну, как говорится, за четверть огорода. Я надеялся, что все-таки дядя Юрл скажет, давай я дальше сам сделаю. Шибко-то не расслабляйся. Еще пахать надо. Еще дрова надо поколоть. Картошку посадить. Лук посадить. Совсем что ли? Кто он? Король жизни или вселенной? Совести. Давай. Конечно, вот это надо отдать должное. У меня не с первого раза все это дело получилось. Видно было, что он уморился. Ты закончил? Закончил. Проверять не надо? У тебя вроде и так все видно. Молодец, по 50. Я красавчик. Я устала. Ну, а ты как думала? Я редко думаю, мне папа не разрешает. Говорит, мальчики думать должны. Ксения, конечно, с юмором девушка. Ну, мне не очень смешно. Тебе нужно забраться. А я спущусь-то как? Я тебя лично поймаю. А мне это... Нет. Больно. У Ксюши на все отговорки, поэтому я решила уж сегодня по полной программе оторваться. Пожалуйста, Гирька, в своем распоряжении. Тут она как бы сообразила. Гирьку выбрала самую маленькую сразу. Хотя бы эту. А что она думала? Сейчас возьму 60-килограммовую, да погоняюсь с ней по всему залу бегом. И вверх. Десять раз. А раз. Уже три. Дала. Четыре уже. Оказалось, что это тоже не самое прикольное занятие с Гирькой. Она мне что-то два раза по башке не прилетела. Папа бы не одобрил. Мне не нравится. Тебе все не нравится. Стар. Давай в улоком. Мы решили посадить цветочек, чтобы дочь приезжала и уже знала, что это Андрей посадил. Пока я с этого скопаюсь, я с цветочек прийду. Ох, Андрюха, это тебе не культиватор заводить. Скопаешь? Тетя Люда выдала мне маленькую лопаточку. Я думаю, ну, я вернешь песочницу в конце. Цветок что, прирос? С ним еще разговаривать надо. Толк ему что-то говорить. Он все равно, скорее всего, сдохнет в этой клумбе. Давай, говорю, что для любимой моей девушки. Любимой моей девушки Ксюши Цветочки. И теперь руками, руками. Вот. Я вообще боюсь, если он завянет этот цветок, который посадил Андрей. Нет, оно будет цвести. Вот и будешь сейчас каждую неделю приезжать и поливать. Ну, я, конечно, молчал. Не стал накалять, что это типа. Потому что его никто поливать не будет. Теперь Андрюша понял, что проще дарить цветы, чем их сажать. Согласись? Ну, иногда можно. О! На самом деле, так-то, честно. Я против кусты, это раз и денег. Ладно, надо еще что-то есть готовить. Шашлык-то кто будет делать? Опять я? Почему? Он мне сейчас помогать будет, мясо разделывать. Это он тоже умеет? А вот проверим. Надо все знать, чтобы нашей дочери помогал. Чтобы она не только одна стояла у плиты. Сначала можно лук порезать кольцами. Толстыми? На шашлык можно толстыми. Я вообще был готов сзади подойти ему, так вот, бам, чтобы она отдать. Ну, что ты делаешь, что-то лук режет вообще. Кольца. Это я вижу. На заварные колечки такие похожие в школе такие давали, люблю такие. Будем загибать ноги. Шутит, думаю, я не шучу, я как туда попаду. Я не дотягивалась. Просто ей погонять мне хотелось. Вот еще один. Тренажерчик. Похоже на мешок. Да. Он и есть, типа мешка. Его надо на плечи. У меня есть мужчина. Вот он пускает, таскает. Я существо нежное. Не будет мужчины, будет доставка. Мне так не нравится. И, Андрюх, не бойся его. Оно мертвое. Я понимаю. Шашлык – это мужских рук дело. И если ты к 22-м годам не умеешь элементарно мясо мариновать? Не знаю. Что ты так крупно режешь-то? В общем, режу я там мясо. Мне говорят, не так, это не так, это не так. Ну, так режьте сами. Тогда что, повар? Дрюша, на-ка ножичек-то наточи. Ты у меня острый? Нет. Ты наточи. Умеешь? Брусочком. Нет. Дурочка я немного включил. Давай покажу. Такое впечатление сказано, что вот все, что у него не попросишь, он делает это все в первый раз. Обалдеть. Вот теперь попробуй. Как ты наточил? А, песня-то. Ну, практически. Душа радуется, когда нож-то острый. Дяде Юре вообще ничего нельзя сказать, он сразу начнет угрожать, даже если это шутка. Димон разомни, чтобы он мягкий был. И сейчас выдавливаю тут носок. Ага, не стой, дырки пошел. В общем, марината сделан. Помесил такого немного, и все равно оно потом жарится будет. Ты уверена, что он нормально сделал? Вот и попробуем, что теперь? Устал. Еще не обедал даже. Ну, вроде что-то от баньки скоро наклевывается с мясом. Баньку-то я люблю. Ты дрова-то уже приготовил? Ну, как приготовил? Рубить надо. Петр Петрович, знаешь, где? Что это такое? У нас многие вещи имеют имена. Зося, наш автомобиль. Это наш автомобиль. Маша, это кувалда. Петр Петрович? Ну, топор. Топор это топор. А там Петр Петрович. Ну, у дяди Юры, может, с головой там что-нибудь не в порядке. Он там. Калуна, наверное, разберусь сейчас. Трава я рубил раньше, поэтому я быстро с этим справился. Ты как, всю жизнь этим занимался, что ли? Мне просто полчаса, что-то само. Я пошла? Ты пошла. Она очень быстро идет, мне не нравится. В смысле, и это тебе не нравится? Мне вообще мало что в этой жизни нравится. Вот. Все неудобно. Не ее. Я не знаю, что ее. Я выбрала. Ну, молодец, отлично. Ну, ты же понимаешь, что все равно надо заниматься. То есть, свою форму-то, ну, как-то надо ведь поддерживать. Я не понимаю, почему постороннего человека волнует мое состояние больше, чем меня саму. Корсеты, знаете, продают? Корсет 60-го размера. Что? Настроение? Лишь б***ь оттуда поскорее. Дрюха, давай топи. Брал двумя пальчиками, дрова этих боялся занозить свои пальчики. Ну, правильно, у него же ювелирная работа. Ювелирная работа, ювелир буквально. Нормально? Больше, ну, все, что ли? Конечно. Шибче греть будет? Ну, я же не опытный. Топсик, больно. Так, что, все? Жгем? Жгем. А вьюшка в бане открыта? Ну, я не проверял. А как ты ее поджигаешь? Да я, на самом деле, даже не знал, что вьюшку надо проверять. Вот так, да? Да. Все, готово. Закрываем? Пусть маленько подышит. Люблю смотреть, как горит огонь, льется вода и работает от Дрюха на огороде. Я не собираюсь у дяди Юри устраивать праздник постоянно и приезжать за него работать. Ну что, шампура тебе в руки и понеслась? У меня обычно друзья готовят шашлыка, а я тихонько сижу или не тихонько и пью пиво. А ты его перемешал? Нет. Я придерживаюсь здорового питания. В понимании Ксюши потрясающе вкусная еда – это макароны с сосисками. Она даже к кашам отрицательно относится к приготовим смузи, и ты его будешь готовить сама каждый день. Зош – это для людей скучных и без друзей. А пупой для тех, у кого нет денег, чтобы покупать себе вкусную еду. А у меня нечем. Оп, незадача. В смысле, нечем? Что, вилками их месить? Я тебе подарю блендер. Блин. Коктейль готов. Ты не бойся, я тоже буду пить. Просто спасибо. Спасибо, что там не было червяков. Вкусно? Очень. Это был смузи из сельдерея, яблока и руколы. Очень полезно для организма. Может, выйдет сейчас все из меня. Вот это все макароны твои с сосисками. Поэтому у тебя вкус. Это любимое блюдо Андрея, между прочим. Синяя невероятная вообще. Я впервые столкнулась, честно говоря, чтобы человек настолько не хотел ничего менять к лучшему. Но если вдруг я стану свекровью, я буду строгой свекровью. Ей придется многое узнать, сделать и освоить. Вот если научишься готовить шашлык так, как его готовит папа для своей дочери, цены тебе не будет. Ты записывай, если что. У меня некуда. Мозг-то молодой, можешь запомнить. У меня было ощущение, что мы как у шурмички какой-нибудь стоим. Там, наверное, крутят эти шампуры с мясом, только у нас, так сказать, музыка не играла. Будем снимать? Снимать умеешь? Вперед, сейчас. Теперь я становлюсь шашлычником, а не автослесарем. Не поваляешь, не поешь. Так надо по одному было, зачем три-то сразу? Ну ладно, хоть не на землю. Он его уронил, я ему его и дал. Уже вот скоро-скоро, уже пик, наверное, станет. Ну совсем уже меня достали. Соли мало? Не досолил. Я помню, по вкусу было сказано, что не любит он кого-то. Ну, видимо, может, придирается просто. Дочери-то здесь нету, он для меня шашлык-то жарил. Кого он не любит-то получается? Я готов дядюру любить, если он будет любить меня. Что делать бы? По 50-м. Согласен. Дядя Юре лишь бы заправиться лишний раз. Ну все, конец тренировки на сегодня. Ух, как слезть. Ну давай, слезай, как на лучше. Всю тренировку Ксения жаловалась, велась я как ребенок. Ой, передохни немножко. Перед чем? Тортуем мы отсюда. Вот наш план. Я решила пригласить ее на марафон, в котором я давно хотела поучаствовать. Затем возвращаемся обратно. Здесь будет финиш. Я вообще не вижу смысла в беге. Ну думаю, ладно, чтобы она меня еще больше не возненавидела, решила все-таки бежать. Ну буквально 50-100 метров, все. Хотелось умереть. Это не для меня. Маму уже не наблюдаю. Эта желтенькая шапочка куда-то ускакала. Хорошо, что у меня был с собой батончик. Фитнес, фитнес, нормально. Никто ничего не скажет. Я присела буквально на минуту. Пару глотков воды, смотрю, а они уже бегут обратно. Там что, сапоги, скороходы, что это? Как люди могут развивать такую скорость? Ну и вклинилась к ним. Бегу, как бежала. Получилось так, что я прибежала раньше мамы. Честно, нечестно, это уже не важно. Ну ты бодрячков. Видите, выглядели форму не очень. Очень, даже очень. Спорт – это жизнь. Я уверена, мы с собой будем бегать дальше. Я вертела такие предложения. Предлагаю вам самим понять, где. В баню со мной вырежешь? Да я чего жду-то? Ты боишься? Я? Нет. Зашли мы с дядей в баню. Там жарко было, капец. 70 терпишь? Да нормально вроде. Ну, все, мне не жарко, не жарко, не жарко. Ну, на тебе жарко. Ну, что, спинку не жгет? Нет, ну так. Сам, все тебе сейчас скажу. Готов любить тещу? Девестя? Готов? Я ему все высказал вместе с Винником. Да. Вот это. Стоять! Вода была, не знаю, прям капец. Вот только-только вот ее из скважины накачали. А на следующий выходной мы с тобой еще вон там тепличку сделаем, да? Ох, да. На следующий выходной я не приеду помогать ему теплицу делать. Это точно. Пусть сам ее делает. Битва с водов набирает обороты. Ксения и Андрей проходят испытания родителей, чтобы получить их согласие на брак. Мы из тебя сделаем красотку. А сейчас я кто? Сейчас ты сосиска. Молодые уже провалили проверку сватов на хозяйственность. Фу, потухло. Так может выкинуть? Нет уж. А это что? Андрей бухает, что ли? Приходит время сватам тайно проверить испранников своих детей на верность друг другу. Поэтому следующая проверка провокационная. А сваты будут действовать под прикрытием. Ты вообще другая. И шапочка у тебя такая прекрасная. Ладно. Я думаю, что не узнаешь. Мне тут кажется не до шуток. Да? Я тоже переживаю. Безусловно, я хочу, чтобы для моей дочери был парень, который будет ей постоянно верен. Будем проверять. Родители Ксении решают устроить ловушку будущему зятю на парковке. А Андрей совершенно не догадывается о том, что там его уже поджидает актриса. Специально нанятая сватами для того, чтобы спровоцировать на измену. Наша актриса по нашему сценарию должна была создать своего рода аварийную ситуацию с Андреевской машиной. Она ее создала. Правдоподобно создала. Правдоподобно, да. Андрей принимает аварию за чистую монету. И не замечает переодетых будущих родственников, находящихся поблизости. Сваты будут слышать его разговор с провокатором через специальные наушники. Как это так делается? Рядом мы стоим. Помню. Да, да. Капец. Блин. Я вообще не знаю. Засмотрелась в телефоне, все. Ну, бывает такое. Как-то вот у него не было вот этого всплеска такой эмоции, что там что-то курица села за руль, если водить не можешь. Блин. Извините, пожалуйста. Ну, вы видите, мне без разницы просто. Вот то, что у вас сейчас... Блин. ...не стали под покраску. Офигеть. Ну, сейчас, если вы либо назад вперед начнете сдавать, то еще поцарапываете. Я не знаю, что делать даже. Она начала перед ним, так сказать, стелиться. Не разбирайтесь вообще, что тут нужно будет сделать. Ну, я вообще разбираюсь, как бы я сам занимаюсь. А, вы сами занимаетесь? Я занимаюсь сейчас. Ну, автослесия, грубо говоря. У меня есть знакомая, ну, кто может покрасить. Он мне сказал, что у меня есть свой сервис, у меня есть друзья. Вот это тоже мне интересно стало. Я могу попробовать назад отъехать, направо, чтобы... Блин. Давайте, пожалуйста. Спасибо вам большое. Я вообще... Прям настоящий мужчина. Вот это ему польстило, когда вот ему так начали ласково напевать. Ну, тебе виднее. Как вас вообще зовут-то? Алина. Очень приятно. Девушкам хорошо подобрана актриса. В его вкусе. В его вкусе, да, несомненно. Вы не женаты? Нет. С девушкой? Девушка есть, понятно. Но девушка, как говорится, не стенка. Может, подвинутся. Было неприятно, что... Это было неприятно. Когда он не отразил вот эту правду. Ну, это надо будет либо шестянец, либо меня закрасить. Давайте как-нибудь договоримся, если вы делаете. Он все-таки рассчитывал на какие-то дальнейшие встречи, может быть, с этой девушкой. Номер, может, скажете? Восьмот восемьдесят два. Угу. Андрей. Это звончик у меня. Да, конечно. У меня выпал топор из рук. Хоть помнит, что у него вообще девушка есть. Может быть, как-то будет обблагодарить вас, я не знаю. Андрей никак на это не реагировал. Но все-таки номер телефона он ей дал. Могу предложить в кафе сходить, не знаю, прогуляться. Чисто так, символически. Ну, почему нет? Ну, у меня просто время сейчас совершенно отресса. Была бы актриса, если бы по-напористе, она, мне кажется, могла бы дожать. Да. Я ваш номер записала, я вам позвоню. Если что, там договоримся. Все, спасибо большое. Я могу вас обнять. Он дал себя обнять. По большому счету, он мог бы сказать, что это лишнее. Я считаю, что это верх. Спасибо большое. Очень приятно было познакомиться. Он прошел проверку на 50%. Есть нюансы, которые нам не понравились. Я бы проверил его еще раз. Согласна. Итак, родители Ксении не устроила результат провокационной проверки Андрея. А его родителей, в свою очередь, сильно беспокоит вспыльчивый характер будущей невестки. Теперь их черед испытывать избранницу сына. Мы решили проверить, умеет ли Ксения контролировать свои эмоции, чтобы не выносила мозг Андрею в конце концов. Сваты решают устроить Ксении стресс-проверку в салоне красоты, куда по их задумке Ксюша должна прийти, чтобы сделать прическу и макияж для вечерних съемок. Чтобы лично проследить за провокацией, будущая свекровь сыграет роль мастера маникюра, а будущий свекор – ее клиентку. Я думаю, не узнать. Ну, вообще, женщина, сто процентов. Ксюша даже не подозревает о том, что девушка-гример нарочно будет испытывать ее терпение по договоренности со сватами. И не догадывается о том, что будущие родственники находятся рядом. Главнуетесь, что в конце получится? Ну, есть немного. Скорее всего, конечно, она уже начала нервничать. Вы с молодым человеком живете? Мало, когда сейчас можно найти хороших, молодых людей ответственных. Хороших нет, все они с изъянами. То есть она считает, что нет нормальных. Равно все плохие, дурацкие мальчишки. Андрей, видимо, что ты должен помочь ей еще. Посуду не помогла. Мы, правда, не услышали, в чем не помогает. Боже не сварил. Молодой человек у вас чем занимается? Окончик. Окончик? Окончик. Окончик? Окончик. Эти вопросы ее немножко раздражали. А давно вместе? Чего там? То есть вы его рассматриваете, да, как мужа? Да. Ну, вот опять же настораживает то, что вот они еще даже не думали, как говорится, пожениться. Немножко легкомысленно получается. Я просто тоже, я вот жила с молодым человеком. У него родители были. Я вот честно с ними прям вообще не могла вместе на одной территории находиться. У нас постоянно были разные конфликты. Ну, вы как не ругаетесь? Там посильная агрессия. Ксения, агрессия, ну, откуда она это вообще взяла? Какая причина? Ну, разная, какая придумается такая. Я не поняла, честно говоря, что имеется в виду. С моей стороны вроде никогда не было. Ну, в принципе, я думаю, все. Как вам вообще результат? Теперь я знаю, что такое плак. В ее голосе почувствовалось, что ей это совсем не нравится. Был камень в огород девушки. Не нравится что-то? Было бы круто, если бы получилось сделать чуть-чуть другие глаза. Я думаю, что, ну, так хорошо. Я другая страшила. Увиделась какая-то несдержанность голоса у нее. Там, на грани. Все, что-то будет. А есть возможность вот это место чуть-чуть сходить? Нет, у вас просто будет незаметно. Вы будете как белый блин просто на камере смотреться. Люблю быть блином. Ксению начала взлить, что ей навязывают мнение. А вы где-то учились уже? Да, курсы проходила. Она усомнилась в ее квалификации. А дамы делать? Попьешь? Да. И поэтому ставите свое мнение выше мнения. Ну, я просто считаю, что так хорошо будет. А я не. А хотите мне? Сейчас будет скандал. Фыркнет, швырнет что-нибудь. Я прошу вас просто потерять глаза. Не сдержалась она. Сдержалась, да. Так устраивает нас? Для меня было неожиданностью, что она вот так раз и решила погасить конфликт. Испугалась этот скандал. Устраивать лучше как-то закончить добром и здоровьем. Проверка прошла. Да, проверка прошла. Битва сватов в самом разгаре. Родители Ксении и Андрея проводят проверки, чтобы принять решение, благословлять их союз или нет. Сваты уже проверили молодых на хозяйственность. Чего-то у нас еще какие-то стаканы валяются. По стиле-то посмотри. Кошмар. На верность друг к другу. Вы не женаты? С девушкой. Девушка есть. Понятно. Ну, девушка, как говорится, не стенка. Может подвинуть. И, конечно, испытали на любовь к тестью и свекрови. Ну что, шампура тебе в руки и понеслась. А ты его перемешал? Нет. Вам вкусно? Очень. Наступает время последней проверки на честность. Ксюша и Андрей думают, что находятся на интервью с редактором. И не подозревают о том, что родители наблюдают за ними из соседних комнат. Что ты смотришь? Смешно выглядишь. Почему? Как из дома только вышел покурить. Вы ничего так оделись? На стене может. Что о том плохом? Андрей нервничает. Это да. Злезь. Все, разлезь. Итак, прямо сейчас сваты будут задавать свои каверзные вопросы. А молодые даже не поймут, что попали на перекрестный допрос. За что вы любите друг друга? За что вы любите друг друга? Этот вопрос всегда напрягает, потому что я не понимаю, как можно любить человека за что-то. Я люблю Андрея просто за то, что он рядом. Андрей? Не знаю, Ксюша просто человек хороший. Мне подходит. Как часто Андрей говорит, что он любит Ксюшу? А как часто ты говоришь Ксюше, что ты ее любишь? Можно я отвечу? Вот пусть Ксюха ответит. Когда я спрашиваю об этом? Нет, ну я всем своим видом всегда показываю, что я ее люблю. Вопрос был про слова. Нашей дочери нужно это говорить ежечасно. Ну, слова же не главное. Ксюша, ты считаешь себя хорошей хозяйкой? Хорошей, смотря относительно чего? В смысле. Относительно какой-нибудь девчонки, которая ничего не делает, конечно. Относительно домохозяйки, которая только сидит дома, варит борщи и каждые 15 минут прибирается, нет? Вот, вот, вот. Все правильно. Если бы ты прибиралась чаще, то было бы лучше. О, правильно Андрей подметил. Ну или пылесось. Сейчас подерутся. Твоя потребность в чистоте и въедении, она не только у меня, она у тебя тоже. И ты можешь сам себе обеспечивать, тебе не пять лет. Ладно, хорошо. Из-за чего вы ругаетесь и как часто? Чаще всего мы ругаемся, когда Андрей может перебрать со спиртным. И все какие-то моменты, которые он затаивает в себе, он все это вываливает мне с криком и какими-то не самыми лестными словами. Похоже, мы вообще ничего не знаем о детях. Я Ксюхе всегда говорю, что вот если ты видишь, что я уже совсем, не трогай меня. Вот я упаду в кусты, кинь на меня там что-нибудь, чтобы я не замерзся, если холодно. И не трогай. И не будет ни ссор, ни чего. Ой, пипец. Почему вы не ведете здоровый образ жизни? А смысл? Это скучно. Скучно? Отказывать себе в чем-то, чтобы когда-нибудь все равно умереть, но только здоровым. Опа. Ты так же считаешь? Нет, я чуть по-другому думаю. Грядные привычки, возможно, я бы не бросил. Я бы, честно, занимался спортом. Просто у меня сейчас нет на это времени. Отговорки все это. Я 18 лет жила с человеком, который считает, что я неправильна мыслью, и меня все равно не переубедил мой папа. Ну так, я тебя не убеждаю. Получается, что Андрей хочет меня, но Ксюша не дает. Со здоровьем прям совсем плохо будет, тогда уж просто придется это сделать. Ну ты тоже цель, видишь, не сдохну. А сейчас ее нет. Классная цель. Ксюша, чем ты занимаешься, пока Андрей на работе? Я просто сижу дома. Не самая интересная жизнь. У тебя в соцсетях очень много видео с подругами, с хештегом, пока Андрей в сервисе. Это именно с тем умыслом, что, типа, блин, мы можем тусить вместе, почему ты постоянно в сервисе. На завод ее надо, на завод. Нежелательно к станку. Да пусть дворником идет. Ну, либо. Что, правда, есть хештег, пока Андрей на работе? Я же тебе показываю. Он даже в инстаграм не заглядывает, видать. И не знает. Я, на самом деле, первый раз слышу про эти намеки. Если встанет выбор. Ксюша или гонки? Пока. Андрей выберет гонки из 100%. Очень хочется, конечно, гонки выбрать, но я, наверное, выберу все-таки Ксюша. С машины же семью не построят, никак. Жалко, кстати. Выкрутился. Ксюша, Андрей или самое заветное желание из твоего дневника? Хороший вопрос, между прочим. Да, думаю, Андрей. Я знаю одну мечту твою. Какую? Что ты хочешь дома, загородный. Покупаю. Что, покупать? Класс. Дай денег. Опять денег клянчит у меня. Только с работы приду. Устал уже на шее у тебя сидеть. О, то есть Андрей тоже понимает, что Ксюха на шее у него сидит. Я просто думаю, что сейчас Ксюха скажет мечта твоя, я бы тоже переобувся быстренько и сказал. Ну тогда все, в автоспорт идем и все. Блин, она выбрала меня. Вот, б***ь. Посмотри, ты как-то, но вылюбилась все равно. Все проверки позади, но битва сватов продолжается. Приходит время семейного ужина в ресторане. Но прежде чем сваты примут решение, благословлять союз молодых или нет, они обменяются мнениями о результатах проверок. А интересно, кто еще придет? Андрей с Ксюшей. Ну да. Интересно только, что нам объявят? Ну ладно, ничего ждать будем. Ну вот, через какое-то время появились родители Ксении. Один раз я их видела. Я не был знаком с... Вечер добрый. Юрий? Тааня. Очень приятно. Это от нашего стола к вашему столу за знакомство. Я бросила глаза, что они пришли не совсем в таком виде, как ходят в ресторан. По-простому, в общем. А молодые-то сами вообще придут сюда? Может, это вообще розыгрыш какой-нибудь, нет? А, мы их разыгрывали теперь. Они нас будут так же разыгрывать. Решили столкнуть лбами, да? Да, да. Очень хотела бы поговорить, какая Ксюша хозяйка. Вас ничего не смутило? В квартире, где они живут. Я в шоке. Шерст кошачий. Не стиралась 150 лет, наверное, ничего. Капец. Это что вообще? У меня сейчас не моется. О! Картошку можно садить, да? Это вообще классно. Шматок пыли прям лежит, и никого он не смущает. Нас смутило. Но давайте скажем так, Ксюша, она не хозяйка. Она пока девушка. То есть Андрей тоже, я считаю, должен был помогать. Андрей работает на двух работах. Дорабатывая деньги, обеспечивая Ксюшу. Она же не работает. Я-то обалдел. Ну, тыкать носом-то нас зачем? Ксюша, как девушка, могла бы жить у себя в квартире. У нее есть где жить. Но она, как девушка, решила переехать в мою квартиру. Ну, это не ее решение. Андрей сам ее позвал жить. Причем, предварительно согласовав это с мамой. Так что тут. Коммуналку оплачивает. Кто у нас? Мама. Ксюша это нисколько не смущает. Я оплачиваю проживание Ксюши в гостях. Да не оплачивает. Она сама так поставила. Я за нее буду все платить. Вот тебе, пожалуйста, квартира. А когда сыночек приводит любимую девушку, это уже не особо ей нравится. Значит, он должен жить с единственной любимой девушкой. Это со своей мамой? Это точно. Вот Ксюша, она девочка. И как в моем понимании, она должна чистоту, уют какой-то создавать. И неважно, в каком она статусе, кстати. Это не так. Абсолютно не так. Дочь у нас очень и очень чистюля. Ксюша просто уже устала убирать эти вещи за ним. Вот когда пришли, и носки валяются. Носки? Дочь постоянно жаловалась, что она ходит, собирает его носки. Провода. Он же обещал мне сделать провода. Может быть, тоже он сложил для нас, для всех, какой-то такой стереотип, что вот я на двух работах, я там то, я там это, потому у меня ничего не получается убирать дома. Феня также рассказывал, что пришла в гараж, а они просто жарили шашлыки. И пиво пиво. Им же как-то надо Ксюшу защитить. Как еще? Найти изъяны в Андрея. Ну и видео также в этом с компьютером мы нашли. Ты смотри, что творит. И она тоже. И она, так она снимает его. Правильно. Биться так вместе, да? Эти автогонки, чему они приведут? Вы, кстати, сами не боитесь? Боюсь. Да, опасно. Много чего опасно. Через дорогу тоже переходить опасно бывает. Вышел из подъезда, упал кирпич тебе на голову. Чем она сравнивает, маленькая, непонятно. Я же не могу ему запретить. Что значит не может? Может, так кулаком по столу? Я как бы не такой человек. Ну, запретите сами Ксюше, скажите. Раз это его хобби, вы занимаетесь своим хобби. А ты не езди. Вы вообще вот в курсе, чего они едят? Это что, земля прямо? Тут картошка проросла. Кто бы сомневал? Пельмени. Ксюша, например, поправилась. Мы вот тут ее испытывали на физкультуре, на всякой. Так она же никакая. У меня там что-то ломается. Я не дотягиваюсь. Я устала. Нет. Больно. Мне не нравится. Она всегда негативно относилась к уроку физкультуры. Она хочет 20-летнему ребенку навялить эту физкультуру. Ну, это бред. А вы давно стали заниматься? Я занимаюсь где-то 2-1,5 года, но постоянно. Вот, вот я про что я говорю. 49 лет, а пришла к этому только сейчас, с большим фанатизмом. И сейчас навязывает свое мнение детям. Андрей вообще приспособлен как-то готовить для самого себя. Андрей как раз приспособлен. На даче решили мы с ним там пожарить шашлык. И, Андрюх, не бойся его, оно мертвое. Я понимаю. Ты его перемешал? Нет. Не поваляешь, не поешь. Ну, ладно, хоть не на землю. Ну, к сожалению, шашлык вот не получилось. Шашлык – это не для каждого. Это же как бы кавказское блюдо. То, что Ксюша не может приготовить борщ, скажем, или какую-то здоровую пищу. И против шашлыка, какого-то там, я не знаю. Сравнения какие-то неравноценные получились по недостаткам. Я думаю, можно выпить со знакомства. Дети, они, какими бы они ни были, с пустыми холодильниками, с грязными микроволновками. Всегда дети, они будут нашими любимыми. Будем помогать. Ну, да кто-то вообще, как бы можно было бы устроить какой-то субботник совместный. Мы что будем? За Андреем убирать носки? Только из-за того, что там живет наша дочь? Извините, попку им подтирать уже не надо. Есть еще одно предложение. Проверить их на общую взрослую жизнь, ни в чьей квартире. Это будет съемная квартира. Как они будут в этой квартире делить свои обязанности? Грубо говоря, думаю, месяца три им хватит. Я вот от вас не ожидала такого предложения, честно говоря. Но я полностью его поддерживаю. Действительно, это самое лучшее, чтобы их научить чему-то. За обоюдное решение, я считаю, так? Да. Конечно, что-то. Мы заходим, а у них там такая уютная обстановочка, беседы. На самом деле, неожиданно. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а теперь мы узнаем, для чего все все у нас собрано. Да, собственно, чем у вас всех тут собрали. Значит, мы с Исюхой решили пожениться. По лицу моего папы непонятно было, то ли он хочет втащить, то ли обрадовался, то ли заплакал. Это по любви? Конечно. Или я имел такие переживания, что она беременна? По любви. Понял. Я просто поправилась слегка. Я успокоился. То есть вы осознанно понимаете, да, ответственность за вот это вот решение? Полностью. Мне показалось, что больше от Ксюши исходит вот это вот желание узаконить их отношения. Еще один нюанс интересует Андрея. Как вот сейчас получается? Уже фактически ты муж, она жена, ты молодой. Ну да. А телочки, которые ходят, манить не будут? Нет, не будут. В ДТП с ними попадать не будешь? Ага. Вы не женаты? С девушкой? Девушка есть, понятно. Ну, девушка, как говорится, не стенка. Может подвинуться. Я-то ни при чем вообще, я просто стоял на парковке. Подумай. Лет-то много впереди. Я подумал. Девушек, знаешь, сколько красивых много. Так уверенно говорить, что да, все, подумал, я бы, конечно, не стала. Тем более, если жена-то как бы такая, судя по ее хозяйственности, под вопросом. А у вас это только решение или вы уже заявление подали? Мы пришли просить благословение. Ну, это, конечно, приятно, потому что мы в свое время так же приходили за благословением. А, то есть наше решение для вас тоже имеет значение? Нам надо подумать. На самом деле, их мнение так-то не особо бы на что-то повлияло. Ну, спросить стоило для галочки. У нас еще есть одна мысль, как проверить вас. Попробовать снять вам квартиру. Либо вы ее снимете сами. Подальше от гаража. Пожить отдельно, самостоятельно, полностью. Пошли, ***, из этой квартиры. Ну, там варианты. Как деньги на съемную квартиру зарабатывать? Ну, вот это и будет проверка. Я так понимаю, по кумчему данный на вокзал. И вот если вы эту проверку пройдете... Тогда уже сомнений не будет. Да, вообще у нас не будет никаких сомнений. Что ты будешь делать дома, скажи? Как где ты будешь сидеть дома, если не будет дома? Я и так всю эту ситуацию вытаскиваю на себя. Ты, Ксюша, как? Я надо подумать. Почему-то наша дочь встала в ступор. А че, Ксюша, глазки забегали? Че, 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 че. Может, жалко нас станет? Обратно пустит? Ну, можно попробовать. Можно попробовать. В любом случае, если мне не понравится, папа меня оттуда вытащит и вытащит. Вы меня не пустите? Нет. Гости будете приходить, только помогать нам. А вы нам? А мы вам... Мы по желанию. На самом деле я в надежде, что у Андрюшки все пойдет хорошо. А если хорошо не пойдет, то пойдет третья работа. Я сам счастливый человек на планете. Ты, Андрей, поддерживаешь эту идею. Ну, конечно. Я не согласен. Да. Я подумал, что я сейчас быстро соглашусь, они сразу от меня встанут. Ищу такой вопрос, ты же денег на свадьбу накопил. Накопил. Хорошо. То есть вот так вот сейчас деньги копишь? Ну, да. Класс. Конечно, мы против их любви не пойдем, но вот проживут, время покажет, дойдут ли они до этой свадьбы вообще или нет. Я, как отец, могу дать тебе мое благословение. Это уже не против. Как только эта проверка пройдет, так благословение будет уже не авансом, а в реале. Я думаю, у них получится должно. Я тоже благословляю, но дальше все будет от вас зависеть. Любите и живите. Радость всем. Спасибо. Ну, круто, что наши родители сказали «да». Мне кажется, то, что моя мама давно уже хочет, чтобы я приобщилась к хозяйственности и какой-то семейной жизни. Папа все только переживает. В нем я была уверена 50 на 50. Но в итоге они все-таки дали нам свое благословение. Мы этому очень довольны. И это круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова